Это ведь мы, русские, придумали эту поговорку о том, что наглость – второе счастье. В нынешних условиях у отдельной категории наших соотечественников уже не второе. И даже не первое, а, видимо, единственное, и об этом прямо сейчас. Безнаказанность Знаете, мне иногда кажется, что тотальная коррупция в нашей стране – это не столько следствие безнаказанности, сколько деградации и мутации наших элит. Да-да, именно мутации. Если провести аналогию, ну вот почему вирус гриппа не могут победить один раз и навсегда? Да потому что он мутирует каждый год, адаптируясь к панацеи, и приходится изобретать новую таблетку. С этими – то же самое. Из-за того, что наши князьки и хвасалы сидят на своих должностях десятилетиями, они так научились адаптироваться к изменениям микроклимата вокруг, что желание наглить у них уже никаким раптором или дихлофосом не вытравить. Оно уже просто стало привычкой, и вот об этом сегодня и предлагаю поговорить. О мутации при должностях – это реальная журналистика. Поехали! Слушайте, вот увидев этот материал на Live News, я просто офонарел. Подобным в 90-е черные риэлторы занимались и их, кстати, за это жестко судили. А сегодня такими вещами промышляют, вы будете смеяться власти. Берут и выкидывают людей из квартир, просто потому что земля под их домом уж очень хороших денег стоит. Последнее, что я получила, извещение, что они мне выплачивают за квадратный метр, у меня 50,9 метра от 100 по цене 2500 рублей, это где-то 200 тысяч с чем-то. Без предоставления жилья, а площадь изымает насильственным путем для муниципальных нужд города Казани. А предыстория такова. Многоквартирный дом, в котором живет эта замечательная женщина, расположен в самом центре Казани, буквально в паре сотен метров от стен Казанского Кремля. И вот стоит он там ни то ни сё. О том, чтобы его убрать и построить на этом месте что-нибудь, чтобы приносило прибыль, власти, вероятно, подумывали давно, но всё никак нужного предлога не находилось. К тому же здание постройки 19 века, можно сказать, памятник архитектуры. И вот, наконец, придумали. Провели какую-то там экспертизу задним числом и выяснили, дом-то аварийный, ремонту не подлежит, короче. И пойдёт под снос. Жильцам велели собрать манатки и проваливать. А в качестве компенсации предложили людям по внимании. Две тысячи рублей за квадратный метр. Это в центре-то Казани. Я не поленился, решил немного изучить рынок жилья в этом славном городе с тысячелетней историей. И оказалось, что цена на однокомнатную квартиру здесь стартует от двух с половиной миллионов рублей. То есть где-то 62 тысячи за квадрат получается. Речи о центральных районах даже не идёт. А у этой вот женщины квартира была пятикомнатной. Возле Кремля она жила, напомню. И ей 249 тысяч за всё. И ни в чём себе не отказывай. Ребят, может я чего-то не понимаю. Может пропустил чего. На неё ведь не бандиты наехали. Это ведь представители власти. Люди, которые как будто бы олицетворяют собой закон. Кинули подачку и пошла отсюда. Хотя это и подачка сложно назвать. Даже на первый взнос по ипотеке не хватит. Да и кто ей, 90-летней старухе, эту ипотеку даст. Большинство банков устанавливает ограничения на первоначальный или наоборот конечный возраст ипотечных заёмщиков. И как правило с таким расчётом, чтобы человек успел расплатиться до достижения 70-75 лет. Если речь идёт о возрасте 89 лет, скорее всего ни один банк не предоставит кредит такому заёмщику. Я думал, я видел всякое, но чтобы людей вот так вот, как бродячих собак на помойку, пинком под задом, да с голым задом. Я очень надеюсь, что эта история дойдёт куда-то выше, из-за этих людей хоть кто-нибудь заступится. Но мы же в 21 веке живём, мы не в Зимбабве каком-нибудь, однако уверен, что казанские чиновники при этом хотя бы выговор получат. Это вряд ли. Ну а эта потрясающая история имела место даже не в Казани. Ньюсмейкером выступил целый федеральный министр Антон Силуанов, который, размышляя о том, где бы взять денег на латание дыр в бюджете, додумался до того, что предложил сократить расходы на здравоохранение с 45 миллиардов рублей до 13, то есть на две трети. Бинго! У нас ведь врачи и так жируют, а здравоохранение какое? Обзавидуешься! Думаете, чего вся наша элита за границу лечится, ездит лечиться? Да просто считают себя недостойными оздоравливаться в наших самых лучших в мире клиниках. У нас ведь всё лучшее для народа, а чиновники уж как-нибудь помучаются в израильских и германских больницах. Силуанов очень хороший человек, реально. Очень приятный, обаятельный, любит свою работу, честный. Он реально хороший человек, но просто он живет в каком-то абсолютно своём мире. Вот просто это мир замечательный, трогательный, нежный. В этом мире ходят цифры кругами, летают бумажки, приходят отчёты, строчки бюджетов. А к реальной жизни отношения ноль. Поэтому Рошаль очень правильно говорит. Извольте зайти в районную поликлинику, проверить здоровье. В районную, в обычную. А потом сказать там врачам, дружок, на две трети будем сокращать твои расходы. И попробуй после этого из этой поликлиники. Причём ты не как госслужащий, а чтоб в очереди постоять. А в районной наплевать, что ты какой служащий. Ты в районную поликлинику зайдите, народ объяснит, кого ты служащий, куда ты служащий. И кто вперёд пошёл. И кто вперёд пошёл. А вообще найти деньги на латание бюджетных дыр, ну, есть у меня идея. Я могу подсказать господину Силанову, откуда их взяли. А точнее, в каких структурах можно подсократить расходы. Там и на две трети, и даже на три четверти можно. В Москве, например, таких структур целая куча, и часть из них базируется на Краснопресненской набережной, в Белом доме. А если по всем Белым домам России пробежаться, то ещё и на пополнение стаб-фонда деньги останутся. Ну, а вот этот момент меня просто позабавил. Речь идёт о событии, по-моему, двухнедельной давности. И касается оно нашей стройки века. Да, именно. Речь про мост через Керченский пролив стоимостью в несколько бюджетов здравоохранения. Помните же историю, как турецкий сухогруз протаранил несколько опор строящегося моста. Смотрим. Судно Лира отклонилось от рекомендованного пути и столкнулось с конструктивными элементами рабочего моста в Керченском проливе. В результате столкновения уничтожена одна опора, в том числе повреждены отдельно забитые маячные сваи и две соседние опоры. Пострадавших среди членов экипажа нет. Диспетчеры отмечают, они неоднократно предупреждали капитана турецкого сухогруза о нарушении курса и возможном столкновении. Однако ответной реакции не последовало. Блин, вот у меня сразу вопрос возник. Чего этот турецкий сухогруз там вообще делал? Насколько я помню, у нас в Турции наблюдается разногласие, а в связи с чем у нас по отношению друг к другу действуют санкции. Так чего этот сухогруз забыл у наших берегов-то? Заблудился? Еще и напакостил. Кстати, я тут порылся в интернете, а они ведь, сука, оказывается, готовились. Вот кадры 2012 года, где другой турецкий сухогруз сносит нафиг причал в порту Батуми. Ну не сволочи. Но самое-то главное выяснилось в финале. Ремонт поврежденных опор обойдется бюджету, то есть нам с вами, в дополнительные 120 миллионов. Круто! Ребят, учитесь деньги зарабатывать. Сделал прикормку на сухогруз и 120 лямов на карман. Мечта! А вообще все это могло бы быть смешным, если бы не было таким печальным. То, что происходит в современной России, это уже даже не воровство, это грабеж. Знаете, чем эти два понятия отличаются? Воровство это, когда у тебя тихонечко из кармана кошелек тащат. А грабеж это, когда подходят средь бела дня и глядя в глаза, просто завирают то, что нравится. Еще и по морде могут дать. Вот у меня складывается такое ощущение, что нам уже не стесняют, скоро морды бить начнут. А еще сделают официальным государственным лозунгом что-нибудь вроде «Лох это судьба». Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, кстати. Приглашаю вас на нашу страничку в фейсбуке по ссылочке. Теперь мы и там есть. А на этом у меня все, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok